Слава Богу! Вот бывает такое, когда тебя призывают, а тебе не очень хочется, а бывает, когда хочется. Это так здорово, когда Дух Святой трудится над нами. И пусть Божья благодать покрывает вас всех снова и снова. Я хочу просто проповедовать сегодня на тему, куда призывает всех нас Бог. Почему это важно знать и слышать? Потому что мы здесь с той целью, чтобы исполнить волю Божью. Имя Бога прославить. Мы здесь, чтобы что-то услышать от Бога и сделать то, что Он повелевает каждому из нас. Куда призывает нас Бог? Читаю я место из Писания. Это Исаии 40 глава. Буквально два стиха. «Взойди на высокую гору, благовествующий Сион. Возвись силою голос твой, благовествующий Иерусалим. Возвись, не бойся, скажи городам Иодины, вот Бог ваш, вот Господь, Бог грядет силою и мышцею со славою. Вот наградую с Ним и воздаю Него пред лицем Его». Куда призывает всех нас Бог? Если вы видите здесь, Бог призывает нас на свои высоты. Бог призывает нас в горы или на гору. Это обращение к церкви. Это обращение к каждому из нас. Дело в том, что жизнь, она усложняется с каждым днем. И борьба, в которую ведет Церковь Христова, она с каждым днем становится все сильнее и сильнее. И чтобы жить победе, надо подниматься на эти горы. Ибо эта борьба усилится, и Библия, только побеждающий, в конце концов, наследует все. Но претерпевший до конца что? Спасется. Поэтому у Бога есть план всех нас пригласить, мобилизировать на вот эти высоты, на эти горы. Честно хочу сказать, что есть такое выражение, что слабый в горы не пойдет. Но во время духовного упадка, каких-то поражений, Бог всех нас призывает на гору. И я буду в основном говорить о молитвенной горе. Бог нас приглашает к себе. Вот смотрите, как начиналась Пятидесятница. Он дал, написано, повеление не отлучаться от Иерусалима. Это не было просто просьба. Это не было предложение. Это было повеление Иисуса. И когда они подчинились этому повелению, что-то произошло в их жизни. Бог сегодня приглашает христиан в Церковь Христовую на вот эти высоты, на гору. Призывает нас к молитве. Я не так давно был с молодежью в горах. И хочу сказать, что там очень красиво. Мне хочется еще раз туда вернуться. Но слабый в гору не пойдет. Бог желает, чтобы мы поднялись на эти высоты. Бог желает, чтобы Он был у нас на первом месте. Бог выше служений наших деяний и дел. Бог жаждет общения с Тобою. Слава Иисусу Христу. Поэтому, кто услышит этот призыв и последует за ним, тот будет жить в победе. А дьявол и враг будут посрамлены. Пришло время Богу действовать. Чтобы вас заинтересовать и чтобы вы были увлечены Святым Духом. Я скажу важные истины, почему важно взойти на эту гору. Послушайте. Почему важно подняться на эту высоту. Первое, что вам там будет хорошо. Библия говорит, по пришествии дней шести взял Иисус Петра, Иакова и Иоанна, брата Его, и возвел их на гору высокую одних, и преобразился пред ними. И просияло лицо Его, как солнце, одежда ее сделалась белыми, как свет. И вот явились и Моисей, и Илья с ним беседующие. При всем Петр сказал Иисусу, Господи, хорошо нам быть здесь. Если хочешь, сделаем здесь три кущи. Тебе одну, Моисей, одну и одну Ильи. Хорошо нам быть здесь. Что это за высоты? Это жизнь в Божьем присутствии. Это жизнь в общении с живым Богом. Все, что делают люди здесь на земле, в основном ради того, чтобы ему было хорошо и окружающим. Чтобы мне было хорошо. Люди фан ищут, развлечения. Ради одного, чтобы ему было хорошо. Чтобы тебе было хорошо, для духа, души и тела надо подниматься на эту гору. В молитве надо простираться к Богу, чтобы в конце концов нам всем было хорошо. Почему я говорю о молитве, друзья мои? Мы все в основном молимся, когда есть необходимость и нужда. И это нормально. Но мы мало молимся ради общения с Ним. И если я говорю так, что если мы, например, не молимся одни ради общения с Ним, не уединяемся для молитвы, для общения с Богом, мы еще вообще не молимся. Бог сегодня призывает нас на свои высоты. Я говорю, еще хочу сказать, когда-то, что происходит, что меняется в нашей жизни? Меняется очень многое. В первую очередь, я сказал, вам будет хорошо. Ради этого стоит жить. Второе, вы забудете о самом себе. Тот, который предлагал сделать трекущее, он забыл за себя. Разве это не чудесно? Вы забудете о себе, вы будете служить Богу ближним, вы будете Бога славить всем своим сердцем. Вам там будет хорошо. Вы забудете о себе. Вы не будете ходить к пророкам, а пророки к вам домой будут приходить. Как написано за Савла, он теперь молится, помните? И Анания пошел к нему домой. Слава Иисусу! Почему еще важно подняться на эту гору? Бог там изменит ваше сердце и вашу жизнь. Смотрите местописание. Когда Моисей сходил с горы, синая, две скрижали откровения были в руке Моисея. Но тот не знал, что лицо его сияло. Стало сиять лучами от того, что Бог говорил с ним. Вообще наше преображение в образе Иисуса Христа является одной из главных задач Святого Духа. Бог желает нас изменить и извне, и внутри. И вот когда Моисей сходил с этой горы, его лицо сияло. И там он получил эти скрижали каменные, где были письмена Божьи, написанные извне и внутри. Когда вы будете подниматься на гору Божью, в молитве, в присутствии Божьей, вы будете меняться и внешне, и внутри. Вы будете преображаться в образ Ее славы. Это то, что люди желают видеть в каждом христианине. И внешне мы похожи на Него и внутри. Разве это не чудесно, друзья, мы? Мы преображаемся в Его образе и подобие, потому что Он пишет свои письмена, свои законы на нашем сердце. И мы принимаем эту жизнь, это в свою жизнь, и мы живем победоносной жизнью. Вот почему Бог всех нас призывает туда, на эту высоту. Следующее, почему важно подняться туда. Вы будете жить победоносной жизнью и не растеряетесь в долинах. Обычно в любой борьбе побеждает тот, кто выше, кто занял господствующие высоты. Хорошо это сделать вовремя, когда будет очередная атака врага, чтобы ты не оказался в долине. Но ты, находясь на высоте, сможешь победить все. Поэтому смотрите, как написано. «Блажен человек, у которого сила в тебе, и у которого сердце стези направлено к тебе. Проходя долину и плачь, они открывают в ней источники, и дождь покрывает ее благословением». То есть мы не застрахованы от этих долин, но мы можем в них открывать для себя источники. Разве это не чудесно? Мы не застрахованы от долин, от печалей, но благословен тот, который не теряется в долинах, не ломается, но открывает в ней источники для себя и для других. Вот почему важно подниматься на гору. И последнее. Почему важно взойти на гору? Вы будете готовы нести благовестие для других. В Библии написано, как прекрасны на горах. То есть все начинается с высоты. Вначале проповедник, любой служитель поднимается на гору, что-то получает от Бога, а потом предлагает это все другим. Как прекрасны на горах ноги благовестника, возвещающего мир, благовествующего радость. Чтобы говорить о мире, просто надо, просто можно просто говорить, а можно этот мир нести в себе. Радостью обладать и распространять ее. Это возможно все получить. Всем этим можно обладать, когда вы проводите время в Божьем присутствии, находясь на этих высотах. Дальше. Благовестующую радость, проповедующую спасение, говорящему Сиону, воцарился Бог твой. Вот сейчас была прекрасная песня. Какого Бога мы прекрасно верим? Влюбляйтесь в Него и посвящайте Ему свою жизнь и сердце. Поэтому вы будете нести благовестие для других. Что это за состояние? Это состояние избытка. Это состояние, когда апостолам запретили говорить об имени Иисуса, они говорят, мы не можем. Мы бы и рады, но мы не можем. Огонь внутри нас горит такой. Нам так хочется проповедовать, что мы не можем молчать. Иногда нас просят, иногда нам кажется, что что-то надо сделать, сказать, а вот как-то нету слов для выражения. А попробуй нас зацепить каким-то колким словом. Откуда слова берутся? От избытка. Посетила злоба. И все как прорвало. Но есть совершенно другая жизнь, когда Бог наполняет тебя Святым Духом. И ты несешь исцеление, помощь, утешение, радость, мир другим людям. Сегодня в этом благовестии люди нуждаются как никогда. Люди просто растерянные в этих долинах. Люди растерянные живут в беспокойствах, в волнениях, в тревогах, в переживаниях. Нету мира в сердце, а значит и в доме. Но как прекрасны на горах ноги благовестника, которые несут это благовестие, которые несут исцеление, которые несут утешение, которые несут этот божественный мир. Слава Иисусу Христу. Поэтому, независимо от возраста, я хочу сказать, это призыв к церкви последнего времени. Куда призывает нас Бог? На гору. Сегодня у нас праздник, но хорошо, когда праздник хотя бы будет три дня, хотя бы три недели, хотя бы месяц или всю жизнь. Плохо, когда все кончается одним днем, но когда мы взойдем на эти высоты, твоя жизнь будет как праздник. Ты будешь благословен, и ты будешь служить благословением для других. Взойди на эти высоты во имя Иисуса. И я знаю, что многие из вас уже пытались это делать. Многие из вас понимают, о чем я сегодня проповедую и говорю. А некоторые еще на пути. Поэтому у меня будет еще к вам несколько мыслей, как мы можем подняться на эту гору в Божье присутствие. Как мы можем, что необходимо нам сделать, чтобы взойти на эти высоты. Первое, что вы видите, это покаяние. Или, другими словами, снимите с себя всякую ношу. В покаянии необходимо что? Искренность. Господи, кто может пребывать в жилище Твоем? Вы слышите это не первый раз. Кто может обидать на Святой горе Твоей? Кто? Кто взойдет на гору Господню? И дальше написано, тот, кто ходит правильно, тот, кто делает правду и кто говорит истину в своем сердце. Все. Послушайте. Когда человек молится, он перестает грешить. Когда человек грешит, он перестает молиться. Слабый в гору не пойдет. Когда мы были с молодежью на кемпинге, еще было интересно то, что нас туда машиной завезли, и нам было хорошо. И вот многие сегодня именно об этом мечтают. Приехал бы какой-то проповедник или пророк, и через него Бог бы накрыл нас своей благодатью. Мы побыли на высотах и дальше пошли там просто отдыхать. Да, машины на гору подняться, это одно. И я думал, когда я ехал туда, а пошел бы я пешком, если бы предложили. Да, на горе-то мне было хорошо. Но пошел бы я туда пешком. Это надо иметь огромное желание, еще и силы. И первое, что необходимо сделать, это избавиться от всякой греховной ноши. Если ты перегружен или пригружен хорошо, ты никогда не сможешь подняться на эти высоты. Все. Люди, которые идут в горы, они просто каждую вещь пересчитают, проанализируют и возьмут самое необходимое. Может быть, там воду в первую очередь, еще кое-что. Но никаких ненужных вещей. И пока мы, как христиане, этого не поймем, вы поймите меня, если у вас проблема с молитвой, часто это связано с тяжестью, которая давит тебя к земле. Ты и хочешь, но не можешь. Есть единственный путь. Сними всякую ношу во имя Иисуса. Господь, как бы, Он ревностно ищет общение с каждым из нас. Настолько ревностно, что Он говорит, не знаете ли, что дружба с миром есть вражда против Бога. То есть, Он говорит, ты можешь любить или мир, или грех, или меня. Я свою любовь не хочу разделять ни с кем. Я хочу твоей быть первой и единственной любовью. Все. Первой и единственной любовью Он ревностно ищет общение с каждым из нас. Если в нашем сердце есть какая-то раздвоенность, Бог желает сегодня просто дать нам в тесноте простор во имя Иисуса. Снимите всякую ношу. Я уже рассказывал, но мой отец рассказывал, когда они в Германии выиграли войну и возвращались домой, то они просто имели возможность в магазинах взять все, что им понравилось, их глазам. И они набрали, говорит, четыре чемодана. Два здесь, говорит, два здесь вот так повешенных, а два здесь в руках. И каждый пригрузил себя так, что, кажется, на долгое время хватит. Но, говорит, когда увидел наше начальство, они нас построили и говорили, шагом марш. Потом все быстрее и быстрее. Мы идем, и, говорит, силы наши уже сдают, но жалко. И каждый тащит, говорит, всем потом сходит, но мы не сдаемся. А он все ускоряет шаг. Смотрю, говорю, один уже чемодан выбросил. А я держусь. Проходит время, пришлось оставить один чемодан. Движение продолжается, а силы заканчиваются. Смотришь, еще один чемодан выбросил. И так мы двигались, пока остался только один единственный чемодан. А потом, говорит, нас остановили и говорят, зубную щетку, пасту, пару еще вещичек. И все. И отправляемся домой. Жалко было, говорит, а за нами ехал транспорт такой на лошадях. И все эти чемоданчики так грузили, и мы не знаем, неизвестно, куда их увезли. К чему я это говорю, друзья мои? Вот это все, что мы несем, что есть в вашем доме, вам кажется, что оно так надо. Вы так держите все это. Но сколько у нашей жизни ненужных вещей? И стоит нам пройти на высоты вот эти, и вы будете избавляться от маловажных вещей, приобретая что-то серьезное. Одна из основных проблем, почему народ Божий мало молится, потому что грех разделяет человека с Богом. Это два несовместимых понятия. Никакой муж не может разделять свою любовь с женой и любовницей. И наоборот. Бог должен быть твоей единственной любовью. И вся церковь сказала. Следующее, что нам надо, чтобы подняться на гору? Это сокрушение и смирение. На первый взгляд это трудно понятно, но подниматься на гору надо, пригибаясь. Так, говорит Господь, небо престол Моя, земля под ножей ног Моей. Где же постройте вы дом для Меня, и где место покоя Моего? Ибо все это сделала рука Моя, и все это было, говорит Господь. А вот на кого я призрую, на смиренную, сокрушенную Духом, и на трепещущую пред Словом Моим. В чем здесь секрет? Я недавно слушал одно свидетельство тех, которые идут в горы, рискуя жизнью. Ради, может быть, денег, ради славы. Когда, говорит, мы однажды поднялись на гору, уже мы на вершине. Вдруг, говорит, наш начальник или ведущий в нашей группе, он начал кричать, садитесь, ложитесь. И мы быстро, кто упал, кто присел, и спрашиваем, а почему? Говорит, ветер вас сдует. Поняли, ребята? И мы поняли, когда мы уже были ближе к земле. Ветер настолько сильный, вроде бы ты уже наверху, но ветер настолько сильный, что кажется, вот-вот тебя сдует. И мы так и держались ближе к земле. Вход в присутствие Божие невозможен без смирения. Вся благодать только для смиренных. И особое благословение в том числе. Я хочу, чтобы вы услышали сейчас очень важные, важные истины. Сокрушение и смирение. Запомните, ваши таланты и способности могут поднять вас высоко. Но только ваше смирение, ваш характер поможет вам удержаться на этой высоте. Еще раз. Ваши таланты и способности могут поднять вас высоко. Но чтобы удержаться на любой высоте, вы должны быть изменены внутри Божьим присутствия и Его славы. Чтобы вы поверили мне, сколько спортсменов, которые достигли невероятных высот, сломались, кто в пьянке, кто в гулянке, кто в наркотиках. Почему? Потому что они не были готовы к этому внутри. Многие из вас, вы уже переживали присутствие Божье. Причем, когда вы начинаете приближаться к Богу как дети, вы еще дети. Вы многие благословения переживаете по благодати. Не потому, что вы заслужили, а потому, что вы маленькие. Но по мере роста требования к вам растут. В том числе и дисциплина тоже. И мы должны по мере нашего величия больше смиряться. Я говорю так, чем больше церковь, тем больше должен смиряться пастырь. И не только пастырь. Иначе будет установка. Бог царствует. Он единственный на троне. И я просто вас вдохновляю. Вы проверяйте свое сердце. Вот почему мне трудно молиться? Почему у меня нет времени, например, для Бога? Почему я мало молюсь? Одна из причин – это грех. Вторая причина – это наше несмирение. Что не хватает тебе? Я просто скажу. Вот вчера моя жена рассказывала свидетельству, как она получила крещение Святым Духом. Она плакала, просто сияла, вспоминала это все. Я просто расскажу, как действует Бог в Церкви Христовой. Вот смотрите. Да, например, вот нормально, когда мы сидим, и все просто внимательно слушают. Но есть нечто большее, когда в народе Божьем действует Бог. И это не обязательно пророчество. Я был в таких собраниях, когда, например, вот идет проповедь, поднимается человек, и уже невольно ты спрашиваешь, что вы хотите? Я говорю, я хочу покаяться. Никто не призывал этого человека. Но Бог проговорил в его сердце, как работает удивительно Бог. Так вот, жена моя, когда надела первые шаги в христианстве, она только покаялась, пришла, может быть, третье, четвертое какое-то собрание свое, и сестра ее как бы подготовила к тому, она зажгла ее тем, что есть живой Бог, что Он крестит Духом Святым. И она, как атеистка, просто заинтересовалась этим. Она начала в это верить. И когда она пришла на очередное собрание, как вы пришли, случилось, что Бог начал работать в ее сердце. Она начала плакать. Вообще, для девчонки, которая там несколько раз была в церкви, заплакать, женщины меня понимают. Говорят, это было помимо меня. Я начала плакать. А потом так серьезно, как у нас иногда дети в церкви плачут, что просто аж так, знаешь, схлыпываются, что все слышат и обращают внимание. И уже как бы пастору не оставалось ничего делать, он спрашивает во время собрания, говорит, а что ты плачешь? А она говорит ему, я хочу получить Духа Святого. А он как посмотрел на нее, она внешне отличалась от всех остальных настолько, что у него не было ни веры, ни дерзновения. Он сказал, хорошо, мы помолимся за твое освящение. Она говорит, я хочу крещение. Говорит, помолимся за твое освящение. Но уже хоть согласились молиться. И все встали на колени, начали молиться. И вот смотрите, когда она встала на колени, вдруг она поняла, что она молиться не умеет. Не научилась. Хотя, идя в собрание, уже учила молитву очень нашу наизусть. И когда она это поняла, она обращается к пастору и говорит, а как молиться? А он ей говорит, ну, молись так, о святи, очисти, очисти, о святи, Господи. Говорит, я повторила несколько раз, но думаю, я же, ну, я не попугай, чтобы одно и то же повторять. И когда она так кратко помолилась, вдруг она поняла вот эту ситуацию, что она не умеет молиться. И как зарядает. И накрыла ее облако такой силой, что она начала говорить на удивление всей аудитории новыми языками. И это потрясло все собрание. Это осталось в памяти на всю жизнь. Как она подошла? Как она все это получила? Просто через смирение и сокрушение. Еще раз повторяю, через смирение и сокрушение. Иногда мы просто можем долго молиться. Вроде красиво все получается, да? А вот нету вот этого должного смирения, что Бог есть Царь в веки и веки. И как-то обидно становится. Человек еще и молиться толком не научился, а получать что-то может. А тут вроде бы многому уже научились, а что-то переживать не все получается. Поэтому я вас вдохновляю так жить. Я сам неоднократно переживал Божье присутствие, просто смиряясь пред Ним. Вода течет только сверху вниз. Повторяю, только сверху вниз. И вся благодать только для смиренных. Некоторые люди живут так свято, что они даже смириться не в состоянии. Они настолько хорошие, что потерялись связь с живым Богом. Но Библия говорит, и смириться народ мой, и что будут делать? И будут молиться. В начале смирения, а потом твоя молитва. Прославляю Бога, я смиряюсь. Прошу ли что-либо у Бога, я смиряюсь. А если нету этого, то ты не подымешься в эти горы. Бог призывает тебя сегодня. Испытайте это практически. Это работает. Безотказно работает. Ибо Бог гордым противится, а смиренным дает, давал и будет давать. И мне один пастор однажды сказал, говорит, Виталий, еще никто не пересмирялся. Понял? Говорю, понял. Смирения много не бывает. А вот мало случается. О каком общении можно идти речь, может быть идти речь, если в тебе нет смирения? Вот здесь брат впереди меня сказал очень важную истину. Он сказал так. Вы даже между собою не сможете пообщаться, не будете общаться, если вы горды внутри. Гордость отравляет жизнь, разрушает взаимоотношения. И с Богом общение, гордым людям недоступно. Как бы я хотел, чтобы мы были церковью, которая смирилась, о которой написано, «И смириться, народ мой». И смириться, народ мой. Еще раз повторяю, «И смириться, народ мой». Пришло время для серьезного смирения. Господи, без Тебя мы не можем делать ничего. Мы идем к молитве. Последнее, что я хотел бы, чтобы вы услышали, как мы можем подняться на гору. Это благодаря постоянным упражнениям и тренировкам. С постоянством и терпением. Часто я спрашиваю, какое служение самое трудное? Кто знает? Я вам отвечу, постоянное. Еще раз, постоянное. Еще раз, постоянное. Что-либо делать мы можем. Это как вспышка, молнии. Но если ты постоянно тянешь, что-то делаешь для Бога, поднимаешься все выше и выше, это требует большого посвящения и жертв. В Библии написано, всякой молитвой и прошением молитесь во всякое время духом и старайтесь о всем самым со всяким постоянством и молением о всех святых. То есть, Библия говорит, будьте дисциплинированы и не расслабляйтесь. Мы должны, удаляясь от мира, практиковать себя в добрых делах, практиковать себя в молитве и молиться ради цели и достигать этих целей. Смотрите, как я предлагаю вам жить. Вот было у вас, например, такое желание вот определить какое-то время для себя для молитвы, например, 7 утра, 8 утра, 10 вечера не имеет значения. Если вы когда-нибудь принимали такое решение, я один из тех, который тоже это делал. И скажу честно, когда я вот принимаю такое решение, мне бывает этого держаться времени очень трудно. Я не знаю, как вам. постоянство – это настолько серьезно, что вы даже не представляете. Как я могу изменить ситуацию? Что я делаю, чтобы у меня получилось? И я вам это предлагаю. Лучший вариант, если вы соглашаетесь молиться, например, в 7 в 9 утра, не имеет значение, 7-10 человек. И вот если вы собираетесь, а у нас есть такие, и в 6 утра молитвы, да, Паша? И если вы собираетесь, например, то это вас к чему-то обязывает, это вы согласились. 10 человек, 20 человек, вы поняли меня? И это вас к чему-то обязывает. Вы можете по телефону, такой будильник, включать друг к другу. Напоминать, в 7 утра у нас молитва. Это работает. Вот почему важно вот это общение, когда мы объединяемся вместе для достижения какой-то определенной цели. Часто у нас не хватает этого постоянства. Мы начинаем неплохо, но быстро забываем или ослабеваем. Начало хорошее, это хорошо, но конец делу венец. Постоянство и постоянное упражнение тренировки. То есть, смотрите, сила приобретается с помощью постоянных упражнений. Любой спортсмен, который оставляет тренировку хотя бы время от времени, он теряет форму и способность к соревнованиям. Постоянство. У некоторых хватает силы в джим ходить постоянно от с молитвой. Проблема. Они даже говорят, у нас постоянное время, мы всегда в это время в джиме. Даже больше хочу сказать, в нашем городе джимов строится больше сейчас, нежели церквей. Постоянство. Десять, двадцать, тридцать человек. Бог благословляет нас на молитву. Но я хочу вас просто снова и снова ободрить. Вот смотрите, у нас Жанна Регент, она говорит, иногда просто жалуется, что пришло тридцать, сорок человек на спевку. Я просто хочу ее ободрить и сказать, когда молитва у нас в воскресенье утром, то тридцать не приходит. Только там человек десять. А почему? Надо за часок раньше встать, прийти в церковь, помолиться, когда тебе никто не мешает. Разве это не чудесно, друзья мои? Разве это не прекрасно? Я просто вас во имя Иисуса Христа вдохновляю. Определите для себя и время, и сроки. А самое главное, решите, что тебе не хватает. Чтобы подняться туда, куда призывает Бог. Я еще раз повторяю, это грех. Избавляйся от него. Это твоя гордыня. Удаляйся от нее. И это твое непостоянство. Ты вперед, то назад. Два шага вперед или шаг вперед, два назад. Во всем должно быть постоянство. И когда мы, например, это все поймем, мы сможем наслаждаться жизнью с Богом, Его присутствием. И наша жизнь будет и служение эффективным, и благословенным. Обычно запомните, кто в чем упражняется, тот в том и силен. Еще раз, кто в чем упражняется, тот в том и силен. Упражняй себя в молитве. Бог приглашает всех нас на свои горы и на свои высоты. Мы сейчас будем молиться. Я уже последнее даже упускаю, но там вера и дружная команда. Я уже за команду сказал, как мы можем команде молиться. И сейчас мы будем молиться. Последнее, что я хочу вам сказать, при наступлении Дня Пятидесятницы все они были единодушно вместе. Это сильная команда. И с песней прославляя Иисуса. Давайте в этот просто пойдем к Иисусу и просто искренне, сердечно помолимся. Скажите, Господь, я хочу подниматься на эту высоту. Я хочу идти туда, куда призываешь меня Ты. Как бы я хотел, чтобы мы все, как церковь, двинулись, откликаясь на призыв Божий, изменили свое отношение ко греху, к молитве и к окружающим. Пусть Бог благословит нас во всем. Ему вся слава ныне и вовеки. Аминь. Субтитры создавал DimaTorzok